Приветствую вас, Николай. То, что вы описываете, вот, вашу ситуацию с девочкой, очень сильно выглядит как манипуляция. Такая вот манипуляция с ее стороны, чтобы реализовывать свои потребности. Какие, какие это? Это не обязательно. Потребность во внимании, это может быть какая-то и другая. Потребность, например, потребность в том, чтобы ей подтвердили позицию, что все вокруг плохие, а она, соответственно, хорошая. Чтобы ей подтвердили этот факт, что она не одна, например, что она с вами. Это тоже очень важный момент, если человек не устойчив эмоционально. В любом случае девушка преследует свои цели. У нее они нет. Ну, может быть она так разряжается. Личные границы обычно прорабатываются на консультации с психологом. То есть, надо просто сказать человеку нам, чтобы он выстраивал стену между собой и другими людьми. Мне кажется, что нужно еще, чтобы человек, во-первых, хотел этого, во-вторых, чтобы он знал как. Ну и неплохо было бы вообще разобраться в том, как девушка пришла к такому восприятию мира. То есть, как она пришла к тому, что вот у нее все плохие, что вот ей все грубят, да, и прочее, прочее, прочее. Это первое. Второе. Что касается вас. Вы находитесь в треугольнике Карпмана. Такой драматический треугольник. В котором вы выполняете роль спасителя девушки. А она, соответственно, ведь находится в роли жертвы, которая жалуется, которая вот... пытается найти какие-то зацепки, чтобы переложить на вас ответственность. За то, что у нее происходит. И важно понимать, что... У вас, Николай, есть... Причины, по которым вы так себя ведете. Это... Некий страх, как мне показалось. Страх перед... ...возможностью... ...зарекомендовать... ...зарекомендовать... ...себя... ...как... ...слабого. ...это... ...это... ...страх... ...не знаю, может быть, конфликта. Это... ...не уверенность в себе. Типа, вот... Я слабак, ну, могу быть слабаком, если вот... ...девочка... ...меня им... ...выставит. И... ...получается, что... ...девочка знает ваши слабости. Знает, в чем вы не уверены. Знает, эээ... ...ваши... ...больные, в кавычках... ...места. И... ...соответственно, на них давит. Превращая ваши отношения в созависимые. Когда она... ...постоянно жалуется, реализуя свои... ...проб... ...эм... ...проблемы. ...вы... ...тоже... ...против своей воли... ...к ней прислушиваетесь. И... ...в общем-то... ...аа... ...тоже действуете против... ...ну, против себя. ...против своей воли. ... ...как мне кажется... ...эээ... ...как мне кажется... ...проблема, она именно в этом... ...заключается... ...проблема заключается именно в том, что... ...вы... ...чересчур зависимо... ...от нее... ...вы боитесь... ...эээ... ...быть слабым. ...и... ...первый вопрос... ...который вам нужно... ...собя задать... ...наверное... ...будет звучать так. ...а где связь... ...между... ...тем... ...что я, например, девочку не... ...не слушаю... ...и тем, что я слаб... ...а как меня... ...задевает... ...то... ...что, например... ...эээ... ...девочка обвиняет меня... ...там в каких-то... ...в каких-то в вещах... ...то я ее не поддерживаю... ...и прочее прочее... ...прочее... ...ну, вот вы говорите, что... ...эээ... ...вы проходили... ...уже через это... ...совершенно очевидно... ...что... ...с вашей... ...эээ... ...стороны... ...вы не хотите проходить... ...это еще раз... ...черес... ...это еще раз... ...ну... в принципе я вас понимаю я понимаю, что вы не хотите проходить через это еще раз вопрос заключается в том по какой причине как вас это задевает боитесь ли вы потерять девочку или может быть вы просто в себе не уверены то есть понимаете вести себя естественно в соответствии с тем как хочется вам на данный момент невозможно из-за внутренних ваших противоречий соответственно если их разобрать то проблема будет решена и вы сможете вести себя ровным счетом так как вам хочется то есть здесь дело не в советах не в том чтобы посоветовать вам как братья на себя вести потому что если мы это сделаем если мы посоветуем вам то получится не самая лучшая история потому что вы сделаете так как вам сказали но не поступите сами это принципиально разные моменты поведения принципиально разные элементы поведения поэтому пожалуйста обратите внимание на эти моменты да вы найдите возможность проконсультируйтесь со специалистом с психологом разрешите противоречия возможно с девочкой вместе обратитесь и тогда для вас откроется перспектива сейчас я мог бы наверное только указать на одну любопытную вещь ну ну мне по крайней мере она видится такой любопытно смотрите вы говорите о том что в ответ на жалобы девушке рекомендуете ей выстраивать стены между собой и другими людьми это может быть и хороший совет но вы сами этого не делаете вы сами не имеете четкий границ между собой и девушкой и коли так вряд ли ваш совет имеет под собой какие-то основания с точки зрения опыта даже если личные границы вы устраиваете хорошо с коллегами с родными с друзьями но не с девушкой то это не работа для девушки потому что она видит что ну между ней и вами то личных личных границ нет поэтому здесь мне думается что вам нужно выстроить самому между собой девушкой личные границы не стены заметь а границы я прошу вас не путать эти вещи стены это игнорирование границы это фильтр это большая разница вот таким образом я мог бы ответить вам на вопрос который вы задаете я надеюсь что это было полезно если вам понравился мой ответ буду благодарен за его оценку в качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго удачи надеюсь что ситуация разрешится и вы сможете сохранить свои отношения сделать их даже может быть лучше чем они были до этого